чем здесь. Выпыта все-таки должна быть здесь, а здесь более ровно. Чисто для постояня. И вообще, когда будешь, например, строить подобные предметы, на экзамен где-то, вот эти все прозрачности, не выделяй их так. Чтобы здесь было очень-очень легко наброском. Я просто представляла, что это консервная банка. Ну, хорошо. Давай, кстати, коробки. А еще можно как раз рисовать? Просто я посмотрела туда, когда я хочу поступать, у них там на экзамен, и ты же сам рисуешь, да? У тебя, допустим, есть квадрат, да? В нем ты рисуешь еще квадрат, да? Квадрат, треугольник, допустим, вот такой сверху кругу. Это все ты переносишь там в какую-то фигуру, да? То есть объемную. Если мы как-то можем рисовать треугольник, в реальной ситуации, то все равно. Ну, вот, и там квадрат еще слева. Ну, то есть, ну, фактически все это выглядит так. Как это перенести? А, ну, уже такое 3D-мышление нужно рисовать, проектировать, то есть... Вот, и это мне будет надо на земле сделать. То есть мой рисунок, если мне не будет, это не будет рисовка, это будет вот так. Ну, это прям практика, то есть как можно больше вот этим занимайся. На небольшом листе, например, ну, пробуй это переносить. Пробуй начать с двух, например, предметов, а потом больше-больше. Или я не уверена, что я смогу нарисовать цилиндр, или яйцо, в данном случае, и вот так, яйцо, допустим, что... Вот, нарисовав его сейчас, уже появится опыт. Если нужно будет еще больше опыта, мы попробуем наоборот, например, яйцо это поставить протекально, цилиндр развернуть, у тебя было опять же больше опыта. Просто, видите, я даже смогу нарисовать вот это на этом, а на цилиндр так не нарисуешь. Продолжение следует...